Хочется необычного. Такого, что нет нигде. Это индивидуально, и это выставочный вариант. Это не кататься, не ездить. Тут же, видите, какой шалон. Виктор Лакизин нашел себе интересное хобби. Собирает машины с нуля. Да не просто машины, а каждое произведение искусства. Причем копировать занятие неинтересное, подчеркивает он. Каждое изделие его авторства уникально. Пошел на пенсию. Делать нечего. А делать что-то надо. Посмотрел программу, нашел какую-то американскую. Как американцы в гаражах творят чудеса. Думаю, о чем мы это? Мы хуже, что ли? До пенсии Виктор всю жизнь занимался музыкой. Барабанил в барнаульских огоньках, играл в ресторанах. На это авто ушло около трех месяцев. Каждый день по чуть-чуть, говорит Виктор. Причем никаких чертежей, заранее обдуманного плана нет. Чистый полет творческой мысли. В ход идет все, что вздумается. Колеса от тачки, руль от запорожца, фары, принесенные соседями. Виктор всегда в поисках интересной детали, которую можно обыграть. Такая работа развивает и не дает скучать. Кстати, все автомобили сделаны исключительно из железа и дерева, никакой пластмассы. Но, например, в качестве украшения на этом авто более 10 тысяч страз. Поскольку вам обошлась эта красота, плюс-минус? Ну, я говорю так. Три пенсии. Никто не верит. Кроме машин, мастер выпускает и другие вещи. Трон, сундук, резные фигуры. С какими-нибудь трудностями сталкиваетесь при работе? Постоянно. Мало денег. Надо пенсию чуть-чуть. Раз получил пенсию и магазин. Железо взял, нет пенсии. Да что ты будешь делать? Бабки-то летят в магазин и круто покупают. Все, а ты что, стоишь, смотришь? Ты же железо жуешь. Мастер хотел бы, чтобы его авто увидела более широкая аудитория. И хотел бы видеть свои, не побоимся сказать, произведения искусства в музеях и выставочных залах. Ранее в Биск отправились переделанный запорожец, карета и мотоцикл. А в гараже освободилось место для новых начинаний. Одна в год. Я посчитал. Ну, еще сделаю штук 20. Так что терпите, ребята. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.